Всем привет! С вами Витя Вячеслав. Прежде чем показать вам пример, который я сегодня подготовил, мудрый совет. Берите ручки и записывайте. Не уезживайтесь в выигранных позициях, пытаясь играть на красоту. И данная партия как раз на эту тему. Партия, сыгранная в 1981 году, малоизвестными шахматистами, белыми играл Станишевский, черными Никона. Если мы взглянем на позицию, становится очевидно, что у белых абсолютно выиграно. Полная доминация, король большой опасности. Плюс ко всему у белых лошадок идеальные поля, блокадные. Конь на c5, второй конь может прийти на e5. Полнейшая доминация, абсолютно выигранная позиция. Да, ну и здесь, игравшим белыми, решил сыграть на красоту. Он сыграл конь d7. Да, но гораздо проще выигрывал ход, ну скажем же, g5. Наверное, это объективно сильнейшее продолжение. И вот после хода h5 в распоряжении белых есть много хороших продолжений. Можно пойти просто конь e5. Да, ну и потом перестроить фигуры и просто замотовать соперника. Но, наверное, еще быстрее выигрывает ход ладья e6 на fe конь e6. Да, и здесь вы не поверите, но сильнейший ход это ход ферз e7. Да, но здесь проще всего сыграть fe, ладья f4, конь f4. У белых две лишних пешки. Ну и полная доминация. Сейчас и конь еще придет на e5. Абсолютно выигранная позиция. Да, но вот белые решили сыграть на красоту. И сыграли конь d7. Последовал удар ферз d7, следует ход конь e5. Черные вновь отходят на d8. Да, но идея понятная. С темпом пропустить ладью. Именно для этого нужно было жертвовать на d7. Да. И здесь как раз ход ладья h3 еще выигрывал. Давайте посмотрим примерные варианты. На h5 может последовать ход gh. На g5. Фиас бьет g5. Ну и скажем на ферз f6. По сути единственная защита. Можно просто уйти на g2. И здесь грозит страшная угроза. Это ход h6. И следующий ход ферз g7. С дальнейшим фасированным матом в несколько ходов. Да, я думаю эти варианты. Они в принципе очевидны и не вызывают сложности. Да. Но белые вновь продолжают играть на красоту. И же тут еще одну лошадку. Играют конь d7. Следует ход ферз d7. Да. Но надо сказать, что здесь сильнейшее продолжение. Это ход ладья h8. Здесь вообще непонятно, кто играет на победу. Понятно, что белые могут отыграть качество. Забрать ладью. И получить ладью против двух фигур. Можно еще включить ход ладья h3. Но там король g8. И, наверное, все равно рано или поздно придется бить на b6. Эта позиция попросту неясная. Игра идет на д результат. Мата здесь сразу черные не получают. Но в партии белые сыграли, черные сыграли. Фиос d7 смело принимают еще одну же ладьбу коня. Следует ход ладья h3. Но здесь практически фальсированный вариант. h5, gh, g5, ферзь бьет g5 и ферзь d8. Да, но сильнейшее продолжение я вам покажу чуть позже. В этой позиции. Да, и на ферзь d8 следует ход h6. Именно эта позиция, вся пуанта замысла белых, опять же, грозит страшный ход ферзь g7. И практически с неизбежным матом партия, в принципе, так и закончилась. Последовал ход ферзь f6, ферзь g7 шаг, конь g7 аж. Да, и черные вот так вот получили мат. Да, довольно-таки красиво, не правда ли? Но дело в том, что если бы здесь черные нашли сильнейшее продолжение, я думаю, белые были бы просто в полном шоке. Да, я предлагаю вам задуматься в этой позиции и попытаться самостоятельно найти сильнейшее продолжение. Да, и на самом деле этот ход действительно очень красивый и неочевидный. В предварительных расчетах его, ну, наверное, крайне трудно заметить. Итак, внимание! Сильнейшее продолжение. Ход с лун f1. Да, после такого хода действительно можно просто впасть в ступор. Зачастую после таких продолжений соперник просто проигрывает партию. Да, но ход действительно очень красивый и неочевидный. Дело в том, что теперь-то на ферзь g7 черные просто бьют и на аж забирают ладью. Никакого мата нет. И вот удивительно, но здесь позиция, в принципе, получается ничейной. На ладья h5, опять же, создавая угрозу ферзи g6, черные ходят слон е2. Вот такой вот неожиданный ресурс. Черные по-прежнему гоняются за белой ладьей. Ну и, по сути, надо фиксировать ничью. Ладья h3, слон f1. Ни белые, ни черные здесь уже не могут играть на победу. Да, вот так вот могла закончиться очень печально эта партия. Имеется в виду, вместо абсолютно заслуженной победы партия могла закончиться в ничью после блестящего хода слона f1. Да, ну и в конце, конечно, повторю свой совет. Если позиция выигранная, зачастую не надо играть на красоту. Это часто приводит к печальным последствиям. Если раз вас где-то простят, то в следующий раз вы можете получить заслуженное наказание. Я надеюсь, вам понравился данный пример. Всем спасибо за внимание и до новых встреч.